Всем привет! Когда-то очень давно я наткнулась на статью про 7 списков. Может быть, вы об этом что-то слышали. Она была о том, что существует 7 полезных списков, которые могут сделать нашу жизнь лучше и приятней, помогут внутреннему развитию и гармонии. Среди них были такие списки, как список желаний, список книг для чтения, список фильмов для просмотра, список креативных идей, список интересных событий, список текущих задач и антисписок. И если с первыми шестью списками все было достаточно понятно, то последний пункт вызвал у меня много вопросов и показался мне более интересным. Я не совсем понимала, что же можно писать в этом списке. Я о таком раньше не слышала и не вела, конечно же. Но в статье было очень подробно рассказано о том, что это за список, и сегодня я бы хотела о нем рассказать. Антисписок – это перечень действий, которые ни в коем случае нельзя делать. То есть это поступки, которые вы лично для себя, и это ключевой момент, определили как нежелательные по тем или иным причинам. А они могут быть разные. Например, какие-то действия вас расстраивают, какие-то вызывают грусть, злость, какие-то тормозят вас в развитии, вредят вашему душевному спокойствию или даже здоровью. Возможно, пока я приводила описание таких поступков, вы как раз и вспомнили парочку подобных. Цель антисписка – выявить и собрать в одном месте такие действия и стараться их не делать, чтобы стать лучше и быть счастливым. И в качестве пунктов можно брать абсолютно любые действия. Это могут быть даже какие-то вредные привычки, от которых вы хотели бы отказаться. Когда мы решаем что-то не делать или отказаться от какой-то вредной привычки, это не всегда бывает так просто, как нам кажется, например, в первый день, когда мы полны воодушевлением и энергией. Со временем наш энтузиазм становится меньше, и мы все равно возвращаемся к старым привычкам или делаем то, что говорили себе никогда больше не делать. Но когда мы записываем то же самое на бумаге и не держим это у себя в голове, периодически открываем странички, перечитываем пункты, это немножко подбадривает и помогает нам. Работает точно так же, как список дел или планирования. Свой первый антисписок я сделала примерно лет 7-8 назад, в один из не очень хороших периодов в своей жизни, когда мне действительно требовалась поддержка. И в каком-то смысле антисписок мне действительно помог. Поэтому почти все его пункты направлены на то, чтобы быть более счастливой и гармоничной по отношению к себе, к своей жизни. Как бы банально сейчас это не прозвучало, но перемены всегда идут изнутри. И как только вы поменяетесь, окружающая вас действительность тоже поменяется. На днях я смотрела один сериал, и там мне попалась очень интересная фраза. Если вы честны в том, чего хотите от жизни, жизнь дает вам это. И самое забавное в антисписке то, что ты отказываешься от поступков и не делаешь чего-то, но в то же время делаешь это для себя. Этот момент я и хотела обыграть на развороте, поэтому у меня есть здесь такой классный стикер, сделай это для себя. А внизу будет надпись, не делай то, что тебя разрушает. А теперь вернемся к самому антисписку. У меня в нем получилось 6 пунктов. Первый пункт у меня звучит как «Не испытывай никому ненависти». Ненависть – это очень сильное чувство. И как нам иногда показывают в книгах и фильмах, она может сделать человека сильнее, но на самом деле это не так. Она разрушает не того человека, на которого направлено, а того человека, который ее испытывает. Она не несет в себе ничего хорошего и сильнее она вас тоже не сделает. Поэтому, если вы по какой-то причине очень-очень-очень сильно разозлились на человека, или он вас очень-очень-очень сильно обидел, просто отпустите его. Возможно, это звучит проще сказать, чем сделать, но поверьте, в первую очередь вы делаете это для себя. Второй пункт – это «Никогда не сомневайся в себе, в своей красоте и в своих способностях». Поверьте, в своей жизни вы встретите много людей, которые будут принижать вас, ваши достоинства, ваши таланты, но вы ни в коем случае не должны их слушать. Ваша вера в себя должна быть непоколебима. Цените себя, цените то, что вы делаете и то, кем вы являетесь. Первый человек, который должен вас поверить – это вы сами. Даже если все вокруг по каким-либо причинам будут убеждать вас, что это не так. Третий пункт – это «Никогда не цепляйся за прошлое». Что бы ни происходило, это уже в прошлом. И только мысли о будущем и жизнь в настоящем помогают нам двигаться вперед, развиваться и становиться лучше. Четвертый пункт – это «Никогда не держись за людей, которые не ценят вас или даже причиняют боль». Я знаю, что бывает сложно отказаться от общения, особенно если это дорогой и близкий человек, но когда вы чувствуете, что от этого общения вы получаете больше негатива, иногда имеет смысл от него отказаться. Пятый пункт звучит как «Не держи ни на кого зла». Так же, как и ненависть, злость – очень сильное чувство, и оно только отравляет нас изнутри, разрушает и совершенно точно не несет для нас никакой пользы. И последний, шестой пункт – это «Никогда не давай советов, если тебя о них не просили». Это новый пункт в моем антисписке, он появился в нем относительно недавно, и, поверьте, он помог избежать мне множества конфликтных или неловких ситуаций. Вот такой антисписок у меня получился. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным, возможно, даже чуточку смотивировало. А я, как обычно, желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok